Крыши нет, спасайтесь кто может. Так можно сказать о жителях, которые мокнут под дождем в собственных квартирах. Жильцы многоквартирного дома на проспекте Шамиля фактически выживают два месяца. Моя коллега Алина Багилова побывала на месте и попыталась разобраться с ситуацией. Есть слово. Не знаю, что делать, как жить здесь, как спать. Все влажно, все тиро здесь. Ноги стоят холодные, стены все мокрые. Вот сюда тоже капало, сверху. Не знаю, что туда двинуть, не знаю, что туда двинуть. Куда двинуть, непонятно. Здесь капает, здесь. Когда случился пожал, я своего котика не узнала, потому что он был весь черный. Аварийная многоэтажка с проблемной крыши находится на улице Шамиля. Это тот самый дом, кровля которого сгорела еще в августе. Во время дождей вода буквально льется с потолковой трубы. А вот кадры последствий непогоды. Тазики, тряпки, клеенки. По словам домочадцев, они защищаются, чем могут. По стенам прям у нас рейки текут и не успеваем, получается. Мы и клеенки застилаем везде на полу. Ставим большие вот эти строительные ведра купили, строительные тазы уже, потому что вот эти маленькие наши тазы, они нас не спасают. Через каждые пять минут приходится сливать эту воду. Не успеваем вытирать все, потому что протекает и на четвертый этаж, и замыкает у нас проводка. Эти потолки у нас были, конечно, белоснежные, белого цвета. Но в итоге у нас сейчас смотрится, как звезды в тумане, одним словом. Сажа, которая никак не смоется. Одна из собственниц вынуждена каждый день собирать воду с балкона. На стенах уже появилась плесень. Другую жительницу просто затопило. Это повредило потолок, а от сырости сыпется штукатурка. Отклеиваются обои. Иди, посмотри, пожалуйста, посмотри. Везде мокрые, везде. А оттуда теперь вода, а отсюда будут эти стены. Сольцы тоже так же. Вот такой склад. Мокрые все. Все мокрые. Все. Все типа эти. Все. Посмотри. Вот. Все падает. Вот. Все падает. Вот сейчас дожди пойдут. Опять мы не знаем, что будет здесь уже. До сих пор лучше бы они сделали бы крышу, а потом разбирается какие-то документации. Документ не мокрый не бывает. А вот мы, люди, люди мокрые становимся и болеем. Два инвалида здесь у нас. Владельцы квартиры обращались с проблемами и к домуправляющему в надежде, что там им смогут ответить на их вопросы. Но ситуация не изменилась. Ответы на вопросы жильцов должен был дать руководитель домуправления. Но по приезду нашей съемочной бригады вместо него мы нашли техничку. Проблемы жителей не решаются даже после многочисленных обращений к местным властям. Они жаловались и в администрацию столицы, и главе региона. Но по их словам все заканчивается бюрократией. Я понимаю, что наши жильцы встретились с такой бедой, которая распространена во всей России, такая как бюрократия. Но с другой стороны, меня интересует тот факт, что если они обращались в прокуратуру, обращались к главе республики, обращались к главе города официальными письмами и до сих пор нет ответов, официальные сроки для ответов это месячные сроки, почему такая тишина? То есть на самом деле, ведь это же проблема, да? То есть люди страдают из-за того, что крыша просто не закрыта. Хотя бы временно что-то же можно будет сделать. Это незаконно, я скажу вам прямо, это незаконно ждать целый месяц или же выше этого срока не отвечать жильцам. Остается надеяться, что проблема жильцов будет услышана. Ответственные структуры перестанут игнорировать просьбы жителей. И в скором времени у них появится надежная крыша над головой.